Братья дорогие, я в большом трепете. И знаете почему? У меня даже такая дилемма образовалась. Братья попросили, чтобы рассказать, чтобы как-то, может быть, возгреть желание служить Богу, где-то поехать потрудиться миссионерами. Ну, тогда надо рассказывать все только хорошее, знаете, чтобы вы поехали, надо все только хорошее рассказывать. А если практика, то в практике много ошибок, в любой практике, это не только миссионерство. И знаете, практика начинается не с миссионерской работы, нет. Вот хорошо сказано, что вначале в семье начинается практика вся. Почему мы молодым братьям говорим, вам надо быстрее, быстрее решать свой вопрос, быстрее, торопитесь, не затягивайтесь с этим вопросом, чтобы скорее перейти к практике. А потом уже Господь будет дальше вести и дальше делать свою работу с вами. Ну, и тоже мне нельзя рассказывать только все хорошее. Вот. Где-то какие-то ошибки, где-то какие-то, может, негативные моменты. Вот. Ну, раз меня попросили, я уже тогда обречен на это, конечно. Я прочитаю, братья, из книги пророка Исаии, здесь есть хорошее место, с 18 главы. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань и сойди в дом горшечника, и там я покажу тебе слова мои, возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, работу свою накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, который горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в руке моей, в моей руке, дом Израилев. Братья и сестры, вот прежде всего, когда Господь от нас хочет видеть какие-то практические шаги, вот в духовной нашей жизни, нам просто необходимо будет согласиться, согласиться, что мы – глина. Если этой мысли не будет у нас, если будут какие-то другие мысли, что я могу, у меня такое родство сильное, у меня папа сильный, или еще, и у нас это в крови, то может ничего не получится, братья. Вот как накружали, точно так и будет. Бог делает, делает сосуд, а потом раз и развалился, и развалился. И здесь не только Иеремия, пророк, и Исаия тоже пишет, много мест таких. Безрассудство считать горшечника, как глину. Горе тому, кто припирается с создателем своим, черепок из черепков земных. Мы – глина, а ты – образователь наш. Иов, вспомни, что ты, как глину, обделал меня, и в прах обращаешь меня. Да, братья и сестры, это действительно так. Не нам что-то нужно делать в практике, в нашей жизни. Вот нас научили, мы много прошли курсов библейских, много у нас семинаров было, много общений братских, все. Ну, теперь я могу. Теперь меня хоть куда. И Бог действительно позволяет, нас куда-то направляют, куда-то нас отправляют, ведут. И первые же практические занятия мы проваливаем. Ну, бывает так. Бывает так. Знаете, в практике все не так, как в теории. И не только в миссионерской работе. В любом служении, братья и сестры. Поэтому, прежде чем приступать к практике, Господь нас действительно готовит, готовит. А когда начинает формировать нас уже, вот тогда нам дозволяет что-то практически делать. И я уже говорил, еще повторю, братья и сестры, то есть братья, здесь много будет ошибок. Это всегда так, в любом деле. Я хотел так засвидетельствовать. Мы, когда нам предложили поехать на служение, мы сначала сильно горели. Вот надо поехать. Как раз с начала 90-х годов все едут, благовествуют, миссионерская работа активизируется. И нам хочется где-то потрудиться. Мы уже в церковь переехали, чтобы от церкви получить посланничество, все. А смотрим, дети растут у нас, то есть трое уже детей. Ну, думаю, ну все, уже никуда нас не пошлют. С тремя детьми, ну куда мы годны. И я уже взялся, думаю, буду строить дом. Ну, трое детей, надо дом уже строить. Живу. Нам предоставляли дом в церкви. Там был лишний дом. Ну, братья смотрят. Я уже там лес пилю, вожу в огород. Уже столько бревен у меня там. Ну, разошелся. Действительно, не на шутку разошелся. Вот они смотрят. Ну, Владин подходит. Вот есть нужда поехать в такое-то место. Через время другой подходит. Ну, молимся, да, другой подходит. И третий подходит, брат, служитель. Ну, и нам надо решать вопрос. Если сейчас отказаться, мы уже начали стройку, все, уже какие-то деньги вложили. И отказаться могут потом уже не предложить нам. И, знаете, какой-то страх даже на сердце. Вот сильное желание, необоримое желание трудиться. И здесь такая возможность, и надо воспользоваться. Ну, и мы даем согласие. Нас направляют в Томскую область, на север туда. Ну, не такой уже большой север, но все-таки север. Уже северный платят там. Вот. И перевозят нас туда. Колпашево, город на обе такой стоит. И начинается наш труд, наше служение. Через две недели нам приводят во двор корову. Ну, как приводят? Мы какие-то деньги свои платим за нее. Ну, небольшие деньги. Тогда коровы небольшие деньги стоили. А мы вообще никогда с коровой. Ну, как? С какой стороны подойти к ней? Это же надо доить. Все. Вот привезли хорошую корову, знаете. А там братья все, как один, все с коровами. Все такие хозяйственные. И вот здесь началась практическая сторона. Ну, первые дни мы все в молоке. Там просто на нас смотреть было жалко. Вот. Ну, стали питаться молочком. Поняли, что дети малые, им надо молочко. Ну, здесь уже все. Надо тогда и косить. Сено заготавливают все. Эти же братья. Братья, ну, вы помогите нам. Мы ж не умеем ничего. Как? Сено. Они косами косят траву. Ну, знаете. Коси коса пока роса, да? Так. И они уже опытные. Уже в этом деле колхозники. У них коса, ну, семерочки. Так. У кого шестерочка, семерочка. Знаете, что такое семерочка? Это вот коса и вот семь ладоней. Вот семь это семерочка. А мне подарили девяточку. Девяточку подарили. Вот. Ну, я так-то не умею косить, да? Еще девяточка. Вот. Ну, если вы... Кто знает, что это такое? Это надо такие мускулы иметь. Такое здоровье иметь, чтобы протянуть. Вот. Пока роса-то еще ничего. Если она отбита хорошо. Наточено еще ничего. А когда уже подсохло, солнышко светит. Ну, не в моготу. Они меня ставят вперед. Братья. Вот. Ну, братья там покаялись из мира. Колхозники, братья. И вот надо было с ними вот возрастать, чтобы они возрастали. Вот. Я их учу, они меня учат. Вот так. Практика такая. И ставят меня вперед. А сами за мной. За мной. И я смотрю, догоняют. Догоняют. И уже, вот знаете, скоро по пяткам мне. Я боюсь с косой, братья. Вот. И я уже сильнее, сильнее. Все. И до того, что уже обессилел так, что я упал. До того, братья, помилуйте меня. Вот так вот. Такая практика. Братья. Ну, интересно, конечно, все. Когда мы работаем вместе с братьями, вместе с теми людьми, куда нас Господь послал. И мы открываемся. Они видят, кто мы и что мы. И как мы в работе. Все видят. В работе человека видно от и до. Понимаете? И вот здесь вот действительно жизнь так проходит. И действительно я увидел, что быть открытым и понятным. Это как будто это хотят увидеть в нас. И мы действительно должны это показать. Что мы открыты и понятны все. Да. И не только вот как мы работаем, как у нас дело идет, мы можем и успехи показать и все. Но и нашу духовную жизнь. А как духовная жизнь? Вот мы заготавливаем сено, все. А бывало так, что они по хорошей погоде заготовят сено. А мне достается уже такая слякоть. Здесь уже сезон дождей начинается и все. И вот как здесь. И сено уже такое гниловатая, подмоченное водой и все. Ну как я буду реагировать? Один раз мы договорились. Братья, не будем пропускать собрание. Не будем. Ну воскресенье понятно, все дома, не работают. А пятница? Пятница у нас собрание было с 12 часов дня. Нам было удобно, что со всех поселков братья съезжаются. И мы проводим собрание. Удобно. Но для колхозников это неудобно. Для колхозников им надо как можно раньше встать, сделать свою работу и вечером уже отдыхать. Но все равно, раз назначили в 12, будем посещать собрание. Ну кто-то хотел там, ну сенокоз, давайте отменим собрание. Нет, не будем отменять собрание. Будем проводить собрание. И после собрания будем ехать на покос. Вы представляете, братья верующие, уже члены церкви, а жены их не верующие. И вот мы приезжаем с собрания. Она нас встречает. А мы уже все за трактор, за вилы, за все собирать сено, скошенное сено. И надо сейчас собирать его. А уже вечер, все уже с покоса едут домой, а мы только на покос. И там на горизонте уже тучки собираются, дождичек собирается, все. И куда вы собрались? Она нас встречает, вот руки в боке. Куда вы собрались? На покос собрались. Вот, собрание провели, и теперь надо на покос. Вот. Ну, она там из себя выходит. Вы сумасшедшие, вы сейчас дождь. Вы куда? Ну, поедем, что, как Бог даст. Мы провели собрание, надо теперь. Поехали. И, знаете, помолились и начали собирать сено. Ну, люди уезжают, они знают. И прогноз был, вечером дождь будет. И на нас смотрят, как на ненормальных. Мы приехали собирать сено, когда идет фронт, дождевой фронт. Ну, мы помолились. Я говорю, братья, будем Богу доверять. Ну, написано доверять Богу, да? Будем доверять Богу, как есть. И собираем интенсивно. Работа идет, все. И уже все почти разъехались, все накосники. Одни мы остались. И мы смотрим, с одной стороны фронт, уже стена такая, дождя идет. Уже окружает нас с другой стороны. А под нами еще вот голубое небо. Так, какой-то прогал такой образовывается. Мы ничего пока понять не можем. Ну, работаем. Уже один сток поставили сено, все, забили. Второй начали. Половина уже, все, мы работаем. И знаете, везде льет дождь, а у нас так, кап, кап. Ну, подсаливает, говорят, сенокосники. Ну, это не вредно для сена, если так, капельки. Не вредно. И братья тоже смотрят, удивляются. Вот. Ну, давайте, давайте быстрее. Трактор только ходит, ходит. Подтаскивает нам сено, все. И уже завершение, завершение, все, забили мы сверху эту шишку, забили, все. Слазим со стога. И такой дождь просто как будто ждал нас, пока мы все управились. И как ливанес, все. Ну, мы уже промокшие насквозь все, все вилы ставим на место. В трактор. Садимся, едем домой. Приезжаем. И это нас встречает. Ну, что? Поставили? Она же там все прополоскала. И поселок, и все поля. Все прополоскалось дождем. Мы говорим, поставили. И что вы там поставили? Два стога поставили. Не верит. Не верит. И не верила, пока муж ее не свозил туда. На покос показал ей два стога ставили. Ну, настоящие чудеса. И братья так увидели, что действительно Богу можно доверять. Доверять Богу можно. Так вот, всякие трудности, когда работаешь вместе. Вот и в лесу, на лесоповале. Все же на дровах. Молитвенный дом на дровах. Мы на дровах все. Надо готовить вместе с братьями. Все. Резать. Пилить. Опыта никакого. Березку такую. Захотел я свалить березку. Ну, и она так падает. А там елочка. Елочка. Я думаю, ну, сейчас она на эту елочку. И упадет все. А елочка возьми, да выдержи эту березку. Удержала. И она ее как на пружине так подкидывает. И этот комель на меня. На меня летит этот комель. И я уже падаю вот так вот. На здесь падаю. И смотрю, он завис надо мной. И у меня только нога поднялась как-то машинально. И я вот, когда она рядом со мной, я только ногой ее немножко отодвинул. Хлоп. Здесь вот. Я думаю, вот сейчас бы здесь и конец мне пришел. Вот. Такая вот практика, братья. И, конечно, самое, что надо быть внимательным в том, чтобы не только работа, а и какая-то духовная жизнь должна, какие-то беседы во время работы, какое-то общение. Да, вот когда мы в работе и начинаем говорить о каких-то духовных вещах или какие-то неустройства у нас, очень хорошо. Здесь и практика, и теория сразу. И особенно они наблюдают, как ты с Богом. Как ты с Богом. Ну, Бог дал такую милость. Я любил такие места, где мне бы уединиться, склониться на колени. И у меня на Гриве, в конце Гривы, было такое место. Ну, Грива – это не как у лошади, а это поляна, которую ты косишь, а с обеих сторон ручей течет, может быть, залив какой-то. Грива называется. И в конце Гривы место, хорошее я облюбовал, здесь озеро, а с этой стороны кусты, все, и меня никто не видит. Я там склонялся на колени, и даже у меня там две яменки таких было от коленок, вот, где я молился. И вот, знаете, всякие неудачи, всякие трудности, всякие переживания, вот, это все там, на этом месте, на этом месте. И только Богу, вот, потому что если ты кому-то будешь рассказывать свои беды, свои переживания, это ни к чему доброму не приведет. И, знаете, одна сестра из церкви тоже помогала нам в покосе, и я ее как-то пригласил на это место, ну, поделился с ней. Вот я здесь молюсь, вот это мое место. Она сама уже старушечка прошла и сама сидела на тех местах, где Николай Петрович Храпов сидел в Якутии, там. Все знают эти места оттуда, в те времена еще сидела. Ну, жизнь сложная, тяжелая жизнь ее была. Так она на этом месте так расплакалась, так ее тронуло, вот это Богоприсутствие на этом месте, что она тоже начала и рассказывать всю свою жизнь, и каяться, и все. И вот, знаете, я понял, что все-таки, когда люди видят не только нашу работу, а видят нашу духовную жизнь, где мы с Богом общаемся, где идет наше такое, ну, личное взаимоотношение с Богом, их это тоже очень сильно касается. Сильно касается, мы это увидели. Ну, еще одно, братья и сестры, это жизнь, это жизнь в стеклянном доме. Понимаете, что такое? Жить в стеклянном доме. Это значит, двери твоего дома, они должны быть открыты и днем, и ночью. Ну, на ночь мы все равно закрывались, но все равно люди порой приходят и немножко подвыпившие, и стучатся, и какие-то бедные. Они, как правило, вот ночью, днем все на работе, а ночью они немножко подопьют, и им надо какие-то вопросы решать. И вот надо их встречать, надо с ними беседовать. Один подошел ко мне, выпивший сосед, на душе у него прямо что-то, что-то так тяжело ему на душе. Он подошел, крыльцо берет, мое крыльцо, как поднял, вот так, как бросил его, там одна ступенька отвалилась. Я говорю, что, что с тобой, что ты? Не могу, у меня все вот горит внутри, все горит. Ну, давай, рассказывай, будем молиться, все. Ну, вот такие вот обстоятельства. И, знаете, еще бывало так, ну, частный дом, в огороде надо много дел сделать, все привести в порядок. У меня там еще три сосны, не сосны, а три елки растут в огороде. И я захотел поставить кресло, там удобное такое место, тень создают. И вот поработаешь, и в кресло присел, отдохнуть, вот. Сосед выходит, увидел меня в этом кресле, ну, он-то, может, не видел, что я тут сейчас только работал, а вот в кресле увидел меня сачок. Пошел. И вот этот сачок дошел до братьев. А тут братья приезжают с рукоположением. Ну, и все. И им этот сачок перешел. Ну, как сачка рукополагать, братья и сестры, то есть братья. И вот на семь лет, на семь лет рукоположение отменилось мое. А если ты не рукоположен, значит, ну, какое тебе содержание, как миссионера? Ты на своем иждивении. Все трудности, все. И знаете, уже всякое было. Я на каких работах только не работал. Двухтысячный год. Это никому нигде не платят. По полгода, бывает, по году. Надо семью кормить, а семья растет. Ну, иногда братья приезжают. Ну, конечно, помогали и церкви. Мешок сахара, там мешок муки привозят. Вот, сладости детям какие-то. Это все было, все, слава Богу. Ну, вот такая обстановка, что нужно и зарабатывать. И Бог, когда посылал, и мудрость посылал, как-то еду в одно село, заехал, спрашиваю, а где у вас фермы раньше, старинные фермы стояли? Ну, вот, там, за кладбищем езжай туда, там увидишь. Ну, я приехал туда, копнул, да, перегной. Есть перегной. А перегной – это удобрение, да? А к тому времени машины уже настолько, ГАЗ-53, это самосвал, так дешевый был, что можно на «Москвич» было обменять ГАЗ-53. Вот. И как-то получилось, что мы купили, заняли немножко денег, купили ГАЗ-53, самосвал. И я приезжаю туда, ну, легко вот так, заехал по оврагу, заехал, встал под эту гору и набираю грузовичок, поехал, продал. Ну, тысяч восемь, там, сколько тогда стоил, уже не помню. Потом Бог надоумил меня. Ты зачем машины продаешь? Боже, кому-то не надо машину, кому-то, может, два мешка, три мешка – достаточно. И вот ты расфасовывай в мешки и продавай. Вот. Стали расфасовывать, продавать. Уже не восемь, а семнадцать тысяч машина. И так. И под этой горой, я помню, мы вывезли что-то, то ли двадцать пять машин, то ли, ну, что-то много мы вывезли машин. И вот Бог усматривает, как зарабатывать, где зарабатывать. На производство, если устроится, все, эта семья обречена. Вот, будут голодать и все. Ну, корова. Очень хорошо помогла нам корова. И однажды мы даже вырастили еще одну коровку, вырастили, и решили ее мы на стиральную машину. Не было стиральной машины. Вот, вятки тогда еще были в цене у нас российские. И тут уже она выросла, продавать бы ее гроза. Эта старая-то корова пришла, а та где-то затерялась, и все, и не пришла домой. День нету, два нету, ну, надо искать все. Мы уже обыскались, нету. Ну, пропала корова. Пропала наша вятка, да. В милицию так, на всякий случай, заявление написали, что пропала корова. Через время звонят нам из милиции. Посмотрите, там какой-то грибник ходил, нашел останки. Ну, мы на это место нашли, пришли. Ну, да, точно, наша корова. Кто-то привязал ее, и, знаете, видимо, на мясокомбинате работал. Чулком сняли шкуру, за трактор привязали, и подрезают, и стягивая, шкуру стянули, и все. Вот наша вятка. Ну, и как-то это узнали, братья узнали. А тут вскоре конференция. Объявили, что вот так держали, хотели корову на вятку, на стиральную машину, и вот так получилось. Ну, и знаете, с этой конференции одни нам привозят вятку, другие вятку привозят, третьи иномарку какую-то, Филипс, привозят уже такую с барабаном. Четвертые дают деньги на машину. И, в общем, у нас уже собралось этих машин. Вот так мы иногда думаем, Бог как будто бы назло нам делает, да? Мы хотим что-то, а Бог отнимает. А Он чудеса нам хочет показать свои, милости свои показать хочет. И вот столько таких милостей. Да, и действительно, братья и сестры, жизнь, третья, это уже у меня, это жизнь не для себя. Это действительно жизнь не для себя. Вот, если мы думаем о служении, то она жизнь пройдет. Вот, как раз строим молитвенный дом, там же, в Колпашево. И тут же все вот эти вопросы домашние, тут и мне нужно ремонт сделать. Мой дом еще требует ремонта. Ну, семья растет большая. И как-то тоже, братья каждый день на стройке. А меня, я не каждый день на стройке. Не каждый день. Вот. Братья приезжают, делегацию собрали. Все братья оставили работу, приехали ко мне домой. Брат, мы поехали на стройку. А у меня, братья, внутри, в душе, братья, «Разве вы не видите, какие у меня обстоятельства? Жена только с роддома пришла. Нужно мне еще тут все устроить. Я не могу каждый день ездить. Они как будто не понимают ничего этого. Ну, у самих семей есть, там, по два, по одному ребенку есть, но не понимают, непонятно им. И я понял, что я должен быть каждый день. Хоть сгори. Вот. Хоть что у тебя там, но я должен быть с братьями. Вот и все. И я поехал. И стали трудиться. Братья это увидели. Действительно. Это такой большой урок был, чтобы не оставлять братьев. Даже у них вот какие-то... У них тоже семьи, тоже жены неверующие. И тоже что-то они требуют, что-то просят. Но они едут, рано встают на стройку. Раз договорились, значит, договорились и все. И вот так вот такая практическая жизнь. И вот теперь пришло... Я так по порядку иду, братья. Теперь приходит рукоположение. А я уже взялся строить свой дом уже там. Ну, не все миссионеры строят свои дома. Ну, у меня так стало получаться. Бог благоволил к этому. Один брат-служитель приехал. Так, где тебе дом? Ну, я говорю, ну, может, вот здесь. Так, давай топор. Топор взял. Колышков нарезал. Так, забил один колышек. Давай рулетку. Все отменивай. Какой тебе дом нужен? Ну, может, 10 на 10 пойдет. Давай, раз, рулетку. Десять, 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 все. Помолимся. Встали, помолились, чтобы Бог благословил. Все, уехал брат. Вся помощь. А ты как хочешь, да? Ну, Бог благоволил. Там разбирали дома. У нас старый город, Колпашево. Там еще строили их при Сталине, 1939 год. А строили одна кедра, братья. Вы в таком доме никогда не жили. Это Соломон только жил в таком доме. Это кедр, 22 на 22, кантованный лес. Мы когда разбирали эти дома, поднимаешь бревно, а там еще зеленая пакля лежит. Там воздуха нету. У них хорошо, очень качественно строилось. Там не подсунешь, лезвия не подсунешь. Все настолько. И вот из этого леса я на этой машине вожу, занят. Я строю дом. Уже фундамент сделали, залили. Строю дом. И братья приезжают не вовремя, не вовремя. Приезжают на рукоположение. Вы понимаете? Мне вообще некогда. Я занят. А здесь рукоположение. Ну и церковь собирают, все беседуют. Одного на пресвитера. Вот еще там семья приехала на пресвитера. Другого на диакона. Ну, кто вам еще нужен? Спрашивают братьев, кто вам еще нужен? Благовестник нам нужен. Ну, кого вы видите, благовестника среди вас? Да вот же готовый благовестник на меня показывает. Вот все. Как-то все просто, просто. Ну и порассуждали. С нами побеседовали. А мне, я чувствую, какое мне служение. Мне надо тут семью. Я дом молитвы построен. И уже все, уже теперь надо свой угол служения. Это значит, опять надо все оставлять. Это опять ехать надо. Опять где-то трудиться. Все. Ну, я уже не стал ничего. Господи, вот как идет, как ты ведешь, так и пусть идет. И действительно, Бог благословил, что мы смогли. Ну, и помогали, очень много помогали, построили дом. И потом уже идет развитие, развитие в служении идет. Уже мы по четырем ветрам уже проехали с благовестием. Первый раз проехали, нигде мы ночевать даже не могли. Никто не знакомый, все. Второй, третий, пятый, десятый раз. И мы тоже взяли для себя, братья, стабильность. Вот когда ты ездишь стабильно, стабильно, вот тогда у тебя идет развитие. Как остановил, сколько-то времени не ездишь, будешь начинать сначала все. Все сначала. Вот это и в духовной работе также, и в миссионерстве. Это во всех, ну, в практике это, такое в практике. И вот уже работа с молодежью. Дети-то подросли, подросли дети. В церкви уже молодежь появилась. Надо детские лагеря уже организовывать. Надо с молодежью заниматься. И благовестие. Все уже тут налажено. И уже проходит 20 лет вот в этом всем интенсивном служении. И благословение. Там молитвенный дом уже, еще в другом месте построил молитвенный дом. В третьем месте уже. И мы не только участвовали во всех этих домах. Мы, может быть, в двух участвовали. А братья, те, которые там живут, они, ну, к ним ездили, посещали их, ободряли, поддерживали. И они сами захотели, давайте, нам нужен дом молитвы построить. И все, и строят молитвенный дом. И уже четыре молитвенных дома. Все. Весь тот край. Раньше это ссыльный край был туда, на Римский край. Ссылали. А теперь там церкви. Вот. Ну, слава Богу, только вот подъем, все такое, подъем. И теперь звонок. Бросай. Все бросай. Ну, как бы сказать, тут только плоды начал срывать своего служения, своего. А здесь все бросай. И срочно бросай и едь в Шаховскую. Все. Вот и все. И так я оказался в Подмосковье, братья, среди вас оказался. И я думаю, глина, она и есть глина, братья. Если мы хотим послужить Богу, то надо на это рассчитывать, надо на это готовиться. И Бог будет благословлять, когда мы будем поддаваться. Поддаваться, как глина. Разрушит, значит, разрушит. Захочет. Чего захочет, то и сделает. Мы с вами места Писания прочитали. Пусть Господь благословит нас. Чтобы не то, что вот... Сейчас мы посмотрели, да, такие трудности. Не, не поеду. Я не смогу, братья. Если так думать, то, конечно, мы не сможем ничего делать. Вот нам ничего просто так не дастся. Особенно вот в этом служении просто так ничего не дастся. Нужно настраиваться, что я пойду, а Господь обещал все я с вами во все дни до скончания века. Это каждый день, значит, Господь будет с тобой. И каждый день, и если ты будешь слушать голос Его, как мы сегодня слышали, да, то будешь видеть чудеса, видеть благословение. И это будет тебя ободрять, жену твою, детей твоих. Я благодарен Богу, братья и сестры. Вот дети выросли вот в этом, и они сейчас рядом со мной и помогают, и мне и в служении помогают. Они на этом выросли. И это большая милость от Бога. Аминь. 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 Продолжение следует...